Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Без оружия. Нурсултан Назарбаев предложил ликвидировать ядерные полигоны во всех странах. Об этом Ельбасы рассказал на торжественной церемонии награждения Назарбаевской премии мира. Безудержный рост. В Казахстане повышаются цены на продукты питания. Кто их диктует и какую ситуацию видят экономисты? С Днем Конституции. В Уральске проходят торжественные мероприятия, посвященные одному из главных праздников Казахстана. Новости столицы. Выстроить новую систему контроля ядерного оружия предложил Нурсултан Назарбаев. Об этом Ельбасы рассказал на торжественной церемонии награждения Назарбаевской премии мира. Он пригласил лидеров ядерных держав в Казахстан. Первый президент предложил ликвидировать ядерные полигоны во всех странах. По его словам, крайне актуальным является вопрос внедрения эффективной системы юридически обязательных гарантий безопасности со стороны ядерных держав. Открыто ядерная гонка началась в 45-м с первого испытания атомного взрывного устройства в Соединенных Штатах. Вскоре новый вид оружия был применен против Японии, продемонстрировав его невиданный потенциал. Одна бомба сметает один город. Советский Союз, к немалому удивлению США, всего за 4 года догнал их в этом первом раунде ядерного соревнования. Испытав атомный заряд на Семипалатинском полигоне. С тех пор гонка вооружения несколько изменилась, но не остановилась. Поэтому Назарбаев предложил ужесточить меры против обладания ядерным оружием. Он считает, что некоторые страны развивают это направление, даже имея договор о нераспространении ядерного оружия. Миру нужен реальный работающий механизм жестких мер против обладания распространения ядерного оружия. Такой договор существует, принятый в всемирном масштабе ООН. После этого и Индия, и Пакистан стали ядерными. Ну и что? Из того, что мы принимали все эти договоры. Поэтому механизм жестких мер должен быть подкреплен соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН. Сейчас создается следующее поколение высокоточного оружия, которое позволит наносить удары на межконтинентальные дальности с гиперзвуковой скоростью и относительно коротким подлетным временем. Становится страшно от того, что в гонки вооружений к большим державам добавились мелкие. Как отметил Назарбаев, есть ряд стран, которые еще не ратифицировали договор. Видимо, поэтому Нурсултан Назарбаев предложил ликвидировать ядерные полигоны во всех странах. То есть мы, ядерные страны, будем сохранять и совершенствовать ядерное оружие, а вы все уничтожите, запретите. Нереально, несправедливо. Четвертое. Члены ядерного клуба должны принять на себе пакет обязательств и ограничений в пользу корректировки их политики в сферах оружия и массового уничтожения. Прежде всего, здесь важно, чтобы они свернули традиционную практику поддержания и модернизации ядерных комплексов. Предлагаю государствам, на территории которых расположены испытательные полигоны, ликвидировать инфраструктуру этих полигонов. У Казахстана есть опыт. Он есть и в России, и в США. Готовы им поделиться. Возможно, когда-нибудь великие державы построят для своей безопасности более достойный фундамент, нежели готовность за несколько часов убить сотни миллионов граждан и разрушить все построенное за последние тысячелетия. Но пока вся надежда на договор о нераспространении. Борженший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Министр Скляр рекомендует малому и среднему бизнесу не надеяться на госзаказ, а нанимать дизайнеров и продавать продукцию по более высокой цене. Такое заявление он сделал в столице на форуме представителей легкой промышленности. В свою очередь, производители носков, майка и прочей легкой продукции просят освободить их от налогов. Так же, как это делает Кыргызстан и Узбекистан. А пока местные потребители покупают импортную продукцию. В результате деньги теряет и потребитель, и производитель, а государство собирает мизерные налоги. Легкая промышленность Казахской ССР насчитывала свыше тысячи предприятий. Но после обретения независимости большинство этих предприятий были развалены. Мощности нескольких десятков уцелевших предприятий загружены лишь частично. Главными причинами, поставившими отрасль на грань краха, стали высокие ставки кредитов, налоговое бремя и поток бесконтрольного импорта. Результат очевиден. Легкая промышленность Казахстана обеспечивает потребности внутреннего рынка едва ли на 10%. Остальное закрывается импортом, который тоннами льется из России, Турции, Киргизии и Китая. 500 миллиардов это продукция не сырья, а вообще продукция готовых сырья, которые на легкой промышленности завозятся на 500 миллиардов сумма. Мы производим 98 миллиардов, а завозятся 500 миллиардов. Вы понимаете, какой потенциал, какая разница. У нас для легкой промышленности, не знаю, будем с вами все вместе работать для того, чтобы закрыть наш внутренний рынок. Потому что продукция легкой промышленности на сегодняшний день, она занимает по потребности почти второе место после продуктов питания. В Казахстане практически убито трикотажное и обувное производство. Не лучшая ситуация в других сегментах отрасли. Практически все необходимое сырье завозится из-за рубежа. Безусловно, республика производит хлопок, шерсть, шкуры. Но около 90% сырья по бросовым ценам уходит на переработку за рубеж. Эффективной мерой для восстановления отрасли может стать выделение субсидий на производство продукции или освобождение от налогов. Пример соседняя Киргизия и Узбекистан. Да, Узбекистан, Туркменистан, вот эти самые, действительно, вы правы, они освобождены от легкой промышленности, от всяких налогов. Но у нас-то вот это и корпоративные, налог с продажей, НДС, с таможни заходишь, там еще берет. Это долбины, извините за выражение, это декларант, который оформляет, там бешеную сумму показывает. И потом, получается, она же не пролетела, и за груз платить, получается, она заходит как экспорт-импорт к нам же. И потом посчитайте себе стоимость, какой выйти продукции. Это все, конечно, рядом все выходило бы, она намного-намного дешевле была. Львиную долю товаров казахстанские производители реализуют за счет оборон заказа и спецодежды. Министр Скляр же рекомендует не надеяться на госзаказ, а нанимать дизайнеров. Сегодня одной из причин низкой конкурентоспособности предприятий легкой промышленности нашей страны, мы видим в их концентрации, к сожалению, на самой низкой точке добавленной стоимости. Поэтому необходим переход от простого шития к развитию в Казахстане фэшн-индустрии, где создается уникальная продукция, востребованная на внешнем рынке. Важным является не просто развитие самой промышленности, но и переход на более высокомаржинальные сферы. По всей республике отмечен резкий рост цен на продукты. Хотя это не первое повышение, но потребительская корзина для казахстанцев стала ощутимо дороже. Причем рост идет на все, от огурцов до мяса. Жители регионов просят обуздать цены, но пока это никому не удается. Кто диктует цены, какой видит ситуацию экономисты и что с инфляцией? Все ответы искал наш корреспондент. Больше всего выросли цены на говядину и капусту. В августе 2019 года рис стал дороже на 3,6%. Мука пшеничная на 1,2%, а говядина подорожала за месяц на 3,9%. Курица на 2,9%, баранина на 1,8%. Правда, как говорят специалисты, потолка пока цены не достигли. Тем временем инфляция грозит ускориться, о чем уже заявлял Нацбанк. Досаев делал по этому поводу разъяснение первому президенту. С его слов, мировое продовольствие дорожает, так что это не только наша внутренняя проблема. Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции в текущем году внутри целевого коридора 4,6%. Однако с учетом повышения рисков на мировых рынках и усиления профинфляционного давления со стороны потребительского спроса, Нацбанк не исключает принятие мер по ужесточению денежно-кредитной политики до конца года. Организуемые акиматами городов ярмарки, разумеется, дают возможность горожанам купить подешевле. Но это только на один сезон и только по выходным. Каждый день позволить себе такие низкие цены население не может. Взяла мясо, вот, отличное. 1300 килограмм. А овощи, фрукты? Овощи и фрукты – такая же цена и на рынке арендаторам. Чтобы продукты не дорожали, нужно подстегивать и стимулировать отечественных производителей и сокращать импорт. Уверены в этом некоторые эксперты. Другие причины высоких цен видят в работе самого правительства. Между тем, реальную инфляцию каждый потребитель чувствует по-разному, так что его потребительская корзина отличается от корзины, которая установлена Комитетом статистики. Гульнару Марву, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске отменят фейерверка в День города. Об этом сообщил заместитель Акима города в ходе брифинга. Сэкономленные таким образом несколько миллионов тенге решили направить на ремонт библиотеки в поселке Зачиганск. При этом на праздник запланировано проведение большого количества мероприятий. Начнутся они уже со следующей недели. Основным днем празднования назначено 7 сентября. В ходе брифинга стало известно, что на празднование Дня города в текущем году из бюджета предусмотрено 9 миллионов тенге. Еще порядка 9 миллионов выделяют меценаты. Праздник начнется уже со следующей недели. Мероприятия будут проходить ежедневно, начиная со вторника. Так состоится большой концерт классической музыки, фестиваль КВН, областной фестиваль танцев, школьная лига, молодежная дискотека Open Air. Основной праздник назначен на 7 сентября. В этот день мероприятия пройдут с 9 утра. На Арбате традиционно развернется ярмарка изделий из ручной работы, фестиваль цветов. Состоится выставка картин и фото. Местные художники представят свои труды, будут лицезреть наши местные жители, наши гости города. Вместе с этим они там будут рисовать, как они представляют наш город, Уральск. И наши местные фотографы, мы помогаем, организуем фотостенды тоже, как они видят свой город Уральск, каким они видят свой любимый город. Кроме того, в день города откроют памятник Исатай и Махамбетру. Состоится ряд мероприятий на площади первого президента. Но фейерверка в этом году не будет. Представители городского акимата объясняют это экономией бюджетных средств. Вырученные деньги пойдут на ремонт важного социального объекта. В целях экономии городского бюджета в этом году мы отказались от праздничного фейерверка, так как на это ушло бы несколько миллионов тенге. В этом году на проведение мы эти деньги направили на ремонт библиотеки в районе Зачеронска, возле 20-й школы. И на оснащение данного социобъекта. Завершится празднование Дня города большим гауа-концертом с участием звезд казахстанской эстрады. Марина Горбук, Монарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Сегодня в областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции. Участников мероприятия поздравил Аким Уральско-Абатшин и Беков. Также он вручил благодарственные письма ряду жителей города. В своей поздравительной речи глава города отметил, что Конституция – это основной закон страны. Хотя Казахстан обрел свою независимость, в 1991 году основной закон страны был окончательно утвержден лишь в 1995. Именно 30 августа после десятков тысяч согласований и обсуждений на общенациональном референдуме была принята Конституция страны. И это стало одним из решающих моментов на пути построения Казахстана независимого государства. Сегодня в регионе положительно решаются многие жизненные важные проблемы. Вы совместно строите достойную жизнь для себя и для будущих поколений. Невооруженным глазом можно заметить те перемены, которые перетерпел наш город за последние годы. Главный закон определяет идеологию страны, включающую в себя ценности и принципы отношений народа и власти, которые сейчас существуют в Казахстане. И поэтому празднование Дня Конституции является не просто национальным, а личным праздником для каждого патриота своего государства. Сам работаю в налоговых органах уже 20 с лишним лет. И первые слова султана обещания Назарбаева были сильные налоги, сильная страна. И благодаря его дальновидной политике, вот мы, мы, каждая частица сегодняшний день Конституции знаменит тем, что все трудящиеся, мы все граждане поддерживаем политику, политику первого президента, вновь изрубленного президента, желаем процветания в обществе, мира, согласия, понимания, консолидации всех сил общества. Прачное мероприятие завершилось концертом. Роман Копняев, Айбула Джагипар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске сгорел автомобиль. Видеопожар распространяется в социальных сетях. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 28 августа на улице Сарамадатова, неподалеку от торгового дома «Астана». Здесь, прямо на проезжей части, горела автомашина «Хюндай Акцент». Транспортное средство восстановлению не подлежит. Пожар был ликвидирован в 18 часов 28 минут силами службы пожаротушения департамента по чрезвычайной Астанской области. Выезжала одна единица техника и шесть человек личного состава. С начала года зарегистрировано на автотранспорте пожаров 63. В Уральске открылся первый центр примирения. Он расположен по адресу улица Сарайшек, 47. Теперь гражданам не обязательно обращаться в суды, чтобы решить свой спорный вопрос. Совершенно бесплатно можно воспользоваться услугами медиаторов. Пользуется ли эта процедура популярностью среди жителей области, расскажет наш корреспондент. Офис центра примирения расположился в самом центре города. Его открытия ждали давно. Услуги по разрешению конфликтов и споров здесь будут оказывать медиаторы из Ассамблей народа Казахстана. Суд, конечно, граждане всегда успеют обращаться, всегда. А здесь необходимо обеспечить и сохранить ту дружественную атмосферу в семье, среди родственников, среди соседей, деловых партнеров. Экономия при этом самое невоспеломимое, самое ценное время. Потом денежные средства. Есть в этом центре и кабинет для биев, ведь еще наши предки ценили возможность примирения. Кроме этого, прием будут вести психологи и, конечно, профессиональные медиаторы, которые помогут разрешить конфликт между сторонами. Такая практика за рубежом пользуется популярностью. Это поручение Ельбаса, который озвучен на сессии Ассамблеи народа Казахстана, что в Ассамблее должен возглавить медиативное соглашение. Это тоже входит в услугу Ассамблеи, чтобы мир спокойствовал, люди не спорили, люди дружили. И чем заключается особенность медиативного соглашения? Когда суд идет, какая-то сторона выигрывает, а здесь два сторона друг к другу соглашаются. На сегодняшний день в области работают почти 200 медиаторов. Ими в текущем году было заключено 1400 медиативных соглашений. Это говорит о том, что процедура медиации становится популярной, а нагрузка на судей уменьшается. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Горожанам предложили бесплатную юридическую помощь. Дни открытых дверей начинает проводить адвокатура Уральска. 31 августа с 10 утра до 17 часов вечера в офисе юридической консультации номер 3 по улице Ихсаново, 45, граждане могут получить помощь на бесплатной основе как по уголовным, так и по гражданским делам. Юристы просят иметь при себе все необходимые документы. Юридическая консультация номер 3 Западного Казахстана с областной коллегией адвокатов хочет сделать практику об оказании бесплатной юридической консультации, то есть в виде открытых дверей. Мы это собираемся перед начальником 31 августа провести данное мероприятие. Планируем в дальнейшем не реже, два раза в месяц проводить такие дни. Консультации будут проводиться высококоллицицированными юристами. У нас состав данных консультации очень высококоллицицированный. Здесь имеются люди, бывшие судьи в отставке, работники прокуратуры, следственных. Это тем более у всех очень большой стаж. Национальный банк меняет монеты на купюры. В рамках акции западно-казахстанский филиал Национального банка Республики Казахстан принимает циркуляционные, то есть ежедневно используемые монеты, номиналом от 1 до 100 тенге. Основная цель акции – увеличить количество монет, находящихся в обращении. Основная цель акции по обмену монет на купюры – увеличить реальное количество монет, находящихся в ежедневном обращении. За участие в акции западно-казахстанский филиал Национального банка поощряет клиентов призами. Обменяв монеты на сумму 50 тысяч тенге, в подарок можно получить коллекционные монеты из недрагоценного сплава «Мельхиор». За обмен монет на сумму 75 тысяч клиент получит книгу об истории тенге. За 100 тысяч в подарок вручат книгу о монетах и банкнотах Казахстана, которые выпущены за всю историю независимости республики. За наибольшую сумму и наибольшее количество сданных монет клиенты получат в подарок серебряные коллекционные монеты. Мы постоянно выпускаем циркуляционные монеты в обращение, но они оседают у физических лиц и назад возвращается очень малый объем. В связи с этим решили провести такого рода акцию. Она не связана ни с какими другими причинами. То есть монеты циркуляционные, они как были выпущены, они находятся в обращении, они не будут меняться. Акция по обмену монет полюбилась людям. В прошлом году в ней приняло участие 68 человек. Имя было сдано порядка 10 миллионов тенге. В текущем году акция продлится до конца сентября. Когда покупки вдвойне выгодны. Вернуть деньги за приобретенный товар предлагает магазин электроники и бытовой техники «Мечта». С 30 августа по 1 сентября в сети магазинов объявлен кэшбэк. 10% от суммы покупки возвращаются клиенту. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет дни выгодных покупок и выгодной рассрочки. С 30 августа по 1 сентября в сети магазинов объявлен кэшбэк. Каждому клиенту возвращает 10% от суммы покупки. Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент товара. Кондиционеры, холодильники и холодильные камеры, газовые плиты, стиральные машины, водонагреватели, телевизоры, компьютерная техника, телефоны и айфоны. Также в «Мечте» большой выбор пылесосов, утюги и ряд незаменимых предметов для кухни. Микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки и другая полезная бытовая техника. Уважаемые жители и гости города, вы и вот так любите наш идеальный кэшбэк «Мечты». Только три дня с 30 августа по 1 сентября вы покупаете, мы возвращаем 10% от вашей покупки бонусами. А также сейчас самый горячий сезон подготовки к учебе. У нас большой выбор техники для всех. С вашей любимой рассрочкой совместно с «Каспией-0012» вы будете готовы на все 100%. Приходите, мы будем рады вас видеть. Не упустите шанс сделать выгодную покупку как за наличный расчет, так и в рассрочку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу улица Кормагаза 69 в районе Центрального рынка и Сарамадатова 10 дробь 1. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»